здравствуйте мои хорошие мои дорогие мы сегодня после работы Дима уже почти допил шампанское и мы отмечаем середину недели он у меня получается гость на моем канале ну и по совместительству будем свечку зажигать сегодня он принес кстати не не спички а зажигалку такую классную такая вот но я думаю что это получше будет с первого раза с первого раза да классно мужчины должны нас слушать так вот ну давайте начнем я думаю вам всем интересно у нас много ароматов и как всегда я не удержалась и сделала лимитированные здания к этим ароматам потому что ну не могу я удержаться чтобы вот определенное количество ароматов сделать и в этот раз у нас такие вот немножко ретро ароматы которые некоторые подзабыли а кто-то продолжает ими активно пользоваться потому что это действительно шедевры да Дима мне кажется вообще понятие ретро не существует каким образом то есть ты же все равно мне кажется аромат должен как французы говорят есть такое понятие вино не имеет цены то есть вино или нравится им не нравится то есть она может стоит сколько угодно может быть стоит там 10 $ а может стоит 1000 $ и за 1000 $ мне обязательно не должно понравиться точно также мне кажется аромат и ароматы не имеют цены да они имеют цены продажные но само по себе понятие дорогой аромат и ретро аромат я тебе объясню, есть действительно дорогие ароматы, там составляющие достаточно дорогие, почему нишевая парфюмерия дорога, потому что там, ну вот каждый, каждый выбирается, а в недорогих ароматах там больше, в общем-то, и химии присутствует, и вообще ароматы попроще. Что насчет ретро, ароматы, я думаю, это больше я бы, может быть, использовала эпитет как ароматы воспоминаний, которые понюхают аромат, услышав аромат, ты испытаешь какой-то шок, может, эффект машины времени, и ты перенесешься в какой-то этап своей жизни. Вот, возможно, ретро-востинно вот в этом вот звучит. Давай посмотрим. Ну и самый первый аромат, это аромат от Christian Dior, Dione, сам закончик вам очень хорошо известен, я думаю, вы, многие из вас его знают. Не достала я из своих закромов очень старую версию, которую я покупила самую первую, она уже коричневого цвета, и мне ее, когда прислали, я купила, помню, тестер этот, и он был прям коричневый. Я говорю, давайте вам в следующий когда-нибудь в каком-нибудь видео покажу вам все вот эти вот три ароматы, хотя у меня, кстати, Dione, Dione есть отдельный аромат, отдельное видео. Так вот, я им написала, что мне кажется, это подделка, они сказали, у нас подделок нет, и они мне выслали вот этот вот парфюм, говорит, вы, говорит, посмотрите, что это, в общем-то, не подделка. То есть я на какую-то сумму заплатила, они говорят, вы хотите оставить у себя аромат, мы вам вернем часть, и, в общем, они мне прислали вот этот вот аромат. Так вот, я вам скажу, что тот у меня аромат, который, я сказала, он уже старый, он пахнет дороже, он пахнет шикарнее, потому что когда-то там в FIFA, то есть организация, которая занимается ингредиентами, какие-то запрещают, какие-то разрешают, и, в общем, они запретили какие-то ингредиенты, которые сейчас уже в нем не используются, которые вообще во многих ароматах, которые вот со временем уже меняют формулы, они не используются, и аромат немножко изменился. У меня еще одна, один слакончик 30 миллилитров, это подружка у меня купила, вот, к тому, что кто-то любит, кто-то не любит, она купила, ей не понравилось, вот это вот совсем алипусечка у меня. Тот же самый? Тот же самый аромат, на посмотрю. Пойдемте, блотер. Блотер я не поставила сейчас. София нам нарезала очень много блотеров, вот у нас теперь много, блотеров, до сих пор мы вчера с этим надо было зайти и взять блотеры, но не взяли, ладно, у нас много своих, вот, так, аромат, ну не сказала я нарезать тоненько по линейке, вот, аромат очень сухой, очень такой, мне кажется, он больше осенний, но кто-то его любит летом, ну дюна, сухая, песок, очень насыщенный, я чувствую там очень много цитруса, ароматы вообще 90-х годов, мы, кстати, вот, хотели видео делать о 90-х ароматах, то есть обязательно включим это, видео, тут огромное сочетание просто цветов, просто вот, иланг-иланг, роза, сандал, амбра, пачули, ваниль есть, мох, мандарин, бергамот, лилия, как ты? Кстати, я заметил по себе, что когда я раньше начинал, ну, только вникать вот в эту тему, да, пофинерей, я заметил, что мне нравятся сладкие ароматы, а сейчас, то есть, чем больше ароматов я обоняю, тем более вкус мой становится, что ли, не заощренный, а более изысканный. Больше понимает. Более изысканный. Да. Я сейчас понимаю, то есть, я сейчас уже обретаю вкус к разным ароматам. Ну, вот что тебе, как он тебе кажется? Вообще, вот, насколько вот мне кажется, что он бы вполне мог стать унисексовым ароматом и для мужчин точно так же, то есть, прекрасно бы использовался без проблем. Я думаю, да, запросто. Да. Хотя есть и мужская версия этого аромата. Он одинаковый, да? Этот одинаковый, но я не достала, надо было мне достать все-таки вот тот аромат. Если хочешь, я сейчас его достану. То есть, прервем немножко, не хочешь? Ну, достань, я хочу посмотреть. Дима все-таки настояла на том, чтобы я принесла версию вот именно старую. Ты видишь, тут затерт штрих-код? То есть, это говорит о том, что они его уже не для продажи готовили, а именно как тестер использовали. Так вот, смотрите. Два флакона. Этот старый, этот новый. Видите? Брусными старыми. То есть, он настолько богатый, он настолько насыщенный, что, ну, даже из флакончика, посмотри, видишь, он какой желтый окрашен? Вот. То есть, вы видите, что Дюна у меня много. Я им пользуюсь чаще всего осенью и очень люблю дома им пользоваться. Они, кстати, очень отличаются. То есть, они отличаются. Они в одном тоне, но они отличаются по... Вот он прям пьянящий. В нем как будто, знаете, он как будто вот коньяк там, честное слово. Действительно, очень похоже на коньяк. Да. То есть, вот именно запах... У меня сейчас запах прям коньяк, прям коньячный аромат. Да, коньячный такой аромат. На косточках. Вот переходит именно... Я не чувствую здесь вот пион очень сильно чувствуется. Вот прямо первое, что я чувствую, это пион, который переходит в дерево. Сандал. Ну, и они отличаются. Знаешь, вот я не помню, вот этот какой, первый? Вот этот, да. Вот этот. То есть, он более сладкий? Он сладкий. Вот действительно, он более сладости немного, а вот в этом прям вот терпкость такая вот содержится. И для меня именно вот этот я храню именно в коровочке, а вот этими новыми я пользуюсь. Потому что я знаю, что вот эту вот версию я уже не куплю. Странно. Они заявляют, что это одно и то же? Это один и тот же аромат, конечно. Просто выпуски разные. Это, возможно, вообще в 90-е годы был выпущен. То есть, они его хранили на складе. Ну, ты посмотри, даже бутылочки отличаются. Но они разные. Они совершенно разные. Они действительно разные. Да. И вот знаете, многие любительницы этого аромата, которые знают его с 90-х годов, они говорят, что сейчас дюна совсем не та. И вот видите, мы видим, что это действительно так. И у меня вот эта версия, вот первая, которую мне прислали, как я думала, что это не настоящий, потому что, ну, мне просто показалось, что вот что-то не то с этим ароматом. Но когда мне прислали второй, я поняла, что то есть это тоже самый аромат, но вот тот старичок намного лучше. Он какой-то более, более насыщенный. Ну, глубокий, насыщенный. Насыщенный, да. Он как коньяк, я говорю. Действительно, он как будто бы более концентрированный. И вы видите, я в новую коробочку убрала старый аромат. Потому что вот это практически развеялся. Это новая коробочка вот от этого парфюма. Новый практически развеялся. А старый еще таким пахнет, вот именно, он очень похож на дерево. Вот пион, как будто бы пион растет возле дерева какого-то. Красивый, да? Ну, классный. Да, классный. То есть мы говорим о хитах, но о чем можно еще сказать? Это классные ароматы. Все, следующий. Следующий аромат у нас, ну, действительно хит. И опять, это у нас 90-е года. Это ангел. Ангел. Первой версии у меня, к сожалению, нет. Это у меня сахарный ангел. Но первый самый был выпущен в 92-м году. Сколько наград этот аромат взял? Это вот самые первые ароматы, которые были выпущены именно гурманика. Восточная гурманика. Ангел. Сколько его звезд любит. И просто вот, ну, действительно, это была бомба в свое время. Когда стали выпускать с этого аромата, пошли все сладкие ароматы. Совершенно новое течение. Металл. Сладость. Очень много здесь именно использовано кокоса. Жасмин. Листья черной смородины. Вообще, очень богатая композиция аромата. Пачули очень ярко звучат. Он совсем другой. То есть, я вот так думаю, на что можно одевать. На какое время. Это любимый аромат Мадонны. Вот какая вот она есть. Мне кажется, этот аромат ей очень хорошо подходит. Я даже не знаю, насколько сейчас она любит этот аромат. Но в свое время я читала, что это один из самых любимых. У меня также есть еще версия спрей. То ли он для белья используется. То ли для волос. Это тоже мюгле. Это вот такая вот композиция. Тот же самый? Да. Нет, это немножко она легче. Она более облегченная версия. Вот. То есть, это вот. Ее вот так поворачиваешь. Нет, это тот же самый аромат? Ну, да. В принципе, это тот же ангел, но немножко изменен. То есть, в принципе, та же версия. Это 16-го года аромат. Это же 17-го. Все ангелы, вот все лимитки ангелы, они все абсолютно похожи в базе своей. Вначале они звучат по-разному, а потом в базе даже вот у меня есть Cruiser. Да, вот это вот для вакейшенов аромат. Бутылочка мне нравится. Да. Бутылочка классная. Она именно ретро, которые раньше были в арифматическом. Ну, заметь, раньше вот такого вот фокуса не было. Есть замыкающая вот такая вот штучка. То есть, аромат не выветривается сомнением, а аромат держится закрытым. За счет того, что вы поворачиваете, прокручиваете, и он замыкается. То есть, в самой груши не содержится. То есть, воздух не попадает и аромат. Вот я добрызгиваю последнее, что было, все, а аромат закрыт. То есть, вы только сможете брызгать его, когда вы повернете и откроете аромат. Это шикарно, конечно. Ну, вообще, вот у мюглера ради флакончиков можно покупать ароматы. И молодцы они. Абрикос. Все раскручивают. Видишь? Вот я тебе показываю, смотри. Вот раскручивающий аромат. Рефил. То есть, этот флакончик, если я, конечно, не разобью, он будет у меня всегда. Я пошла и запомнила. Что ты абрикос почувствовал? Абрикос. Абрикос он почувствовал. Абрикос прямо настолько четко прослушался. Абрикос вообще, то есть, очень здорово. Кстати, мне вот это дерево тоже нравится. Дюна. Дюна все-таки. Дима возвращается к Дюне. К Дюне. Дюна Дима. В общем, вот. Я считаю, что Ангел. Вообще, я знаю, что многие его не любят. Но какую-то версию. Вот у меня шоколадная версия есть. У меня кожаная версия Ангела. Я думаю, что обязательно надо иметь у себя такую звездочку. Как-то принюхаться к ним. Ну и опять-таки, вот я говорю, что это ароматы, которые шедевры, которые хиты. И я не знаю, но хочется нам быть, конечно, очень индивидуалами. Да, всем. Но я тоже не считаю себя, что я такая вся, как все. Ну нет, конечно. Ну нет, ну тоже индивидуал, конечно. Скажи, я индивидуал. Я не думала, что есть такая карта. Нет, ну ладно, слава Богу. Так. Так. Продолжение следует...